всем добрый день с вами канал gt-class андрей щетников я продолжаю линию вчерашнего ролика связанного с созданием струи воздуха измерением их скоростей ну и вчера я дул в трубочку сегодня буду создавать струю воздуха в чем тут принципиальная разница вчера я надувал щеки создавал повышенное давление и потом это повышенное давление уже разгоняло воздух трубочки а здесь никакой камеры для создания повышенного давления нет стоит мотор вентилятор и вентилятор забирает воздух и швыряет его дальше поэтому нам нужны какие-то другие подходы к измерению ну и самый простой подход состоит том чтобы взять измерить силу с которой струя воздуха давит на весы что я сейчас и сделаю на площадку весов включаем но у меня тут получается что-то в районе 45-50 граммов значит пол ньютона вот эти пол ньютона мы сейчас и включим свой расчет расчет здесь достаточно стандартный второй закон ньютона а что у нас летит струя сечения мс со скоростью в налетает на стенку и отдает есть свой импульс именно за счет отдачи импульса возникает эта сила значит по второму закону ньютона сила это дельта п делить на дельта т ну нам надо найти импульс отданный за единицу времени значит масса это плотность на объем пишу плотность объем который налетает на за единицу времени это площадь умножить на скорость и у меня будет ро св и это я нашел массу а чтобы найти импульс надо умножить еще на одну скорость поэтому здесь появляется в квадрате вот собственно соотношение отсюда вытаскиваем скорость корень из f делить на ру с ну все подставляем напоминаю сила у нас была порядка пол ньютона а сечение составляла 14 квадратных сантиметров я померил и если все посчитать то окажется что скорость которой воздух вылетает из этого фена ну составляет примерно 18 метров в секунду так что я вчера в трубочку дул быстрее это были предварительные разговоры а сейчас начнется все самое интересное потому что я взял и приделал к фену вот такой вот такое сопло сужающееся и сечение этого сопла в 20 раз меньше чем выходное сечение фена ну и спрашивается а как сейчас изменится скорость с которой будет вылетать воздух увеличится ли она в 20 раз у нас было 18 о это слишком много до скорости звука явно этого не произойдет а сила во сколько раз увеличится или она наоборот уменьшится давайте это проверим потому что мы можем измерить силу все остальное потом посчитать и вот я вижу что показания весов составляют 25 граммов а это значит что сила уменьшилась до 1 четверти ньютона стала в два раза меньше а вовсе даже не больше ну и с этим нам найти разбираться правда ну и вот я состоял табличку соединив результаты обоих наших опытов сечение во втором опыте было в 20 раз меньше мы померили силу мы посчитали скорость ну и дальше возникают всякие удивления а как уменьшение сечения в 20 раз привело к уменьшению силы более чем в два раза и к увеличению скорости как раз более чем в два раза в чем здесь вообще дело как это все можно посчитать как можно предсказывать результаты ну и тут так берешь в руки это устройство и говоришь себе но вообще-то у него есть еще одна характеристика это мощность мотора вот не те 2100 ватт конечно которые здесь написаны это нагревательная мощность а мощность собственно моторчика который струю производит так мы можем эту мощность взять и посчитать и в первом опыте во втором а чтобы посчитать мощность надо силу умножить на скорость это гораздо более удобный способ подсчета чем находить работу потом делить на время сразу силу на скорость умножаем давайте напишем здесь у нас мощность ваттах так 18 на 0 6 но это грубо 11 значит у нас 11 ватт вгонялась в эту струю а 50 на 0 25 но это четверть от 50 значит это 12 с половиной двенадцать напишу с нашей точностью и вот мы видим что у нас есть инвариант в наших обоих опытах это мощность нашего устройства и именно она обеспечивала все остальные параметры и силу и скорость ну и вот я выписал нашу самую главную формулу для этого раза мощность это сила на скорость соответственно здесь появляются у нас куб скорости в формуле ну и мы делаем вывод при постоянной мощности если мы сечение уменьшим восемь раз то восемь раз увеличится не скорость а куб скорости а скорость увеличится только в два раза ну это хороший результат а я еще выписал вторую формулу исключив из всего этого дела скорость связав силу с мощностью плотностью и сечением трубы но здесь вы можете аналогичные рассуждения проделать сами что происходит с силой когда сопло становится шире или уже ваше соображение на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе